Продолжение следует... Продолжение следует... Обратил внимание отца Кирилла на то, что я не отношусь к этой департии, но он сказал, что ничего-ничего, что-нибудь ты скажешь. Ну вот, и я хочу поделиться, я представляю институт философии, поэтому я попытаюсь продемонстрировать, что философский анализ, в общем, тоже может быть весьма полезен для обсуждения этой проблемы, ну хотя бы на металлуре, естественно, не на содержательном. Вот, и еще предварительное одно замечание. Очень похоже на то, что когда люди пытаются объяснить происхождение жизни, они все время в уме предполагают каузальную цепочку. Вот есть пункт А, из него строго следует пункт Б, из пункта Б следует пункт С. Что это означает? Есть в мире причинные связи? Безусловно, огромное количество, но весь мир его богатства к одной причинной зависимости, безусловно, не сводится. Это означает, что в мире присутствует непричинная связь, как, например, корреляция. И я попытаюсь в своем докладе привести вам пример такой непричинной связи. Да. Вот. Ну вот, принцип генетического подобия Вселенной человека. Как бы это немножко вычурно ни казалось, но давайте сохраним некоторые. Значит, ну вот некоторые публикации, красным выделено то, что оригинально, то есть было несколько публикаций. Первый, в 93-м году я опубликовал на эту тему такую небольшую заметку, потом выходили работы на английском, потом вот и на русском. Вот в основном статья «Сосуществование Вселенной человека от квантовой космологии к антропологии и обратно», это вестник ОДН, 13-й год, номер 4, по материалам доклада на антологическом конгрессе в Испании. Ну это все, как говорится, предварение. Вот формулирование проблемы. Действительно, человек всегда, наблюдатель, пытался найти связь между своими характеристиками и характеристиками Вселенной. Ну и естественно, вот даже по нашей конференции видно, что пытается найти и сегодня. Ну и существование такой связи вроде бы кажется тривиальным. Что же тогда является нетривиальным? Ответы на следующие вопросы. А как формулируется такая связь? С другой стороны, в чем она проявляет себя? Ну и вопрос, как и что, или в чем? Наблюдатель может демонстрировать такую связь. Но ответ на вопрос, в чем, сегодня кажется почти очевидным. Что в квантовой космологии, поэтому перед нами стоит вопрос описания, как. Ну вот, для иллюстрации приведу высказывание Платона. Ну, собственно, это не высказывание, это космологический принцип Платона. Сразу хочу предупредить, потом ниже я к этому вернусь. Платон ни в одной из своих работ, конечно, никакого космологического принципа не формулирует. Это моя реконструкция, я как комментатор имею право это сделать. В чем смысл платоновского утверждения, которое мы можем найти в его тимеи, вот в этих фрагментах? Он говорит, что космос это живое, одушевленное и гармоничное существо. И оно так связан, космос или наблюдатель, как мы сказали бы, человек так связан с космосом, как орган с организмом, которому он должен подражать психически или душевно, физически и умственно. Ну вот, почему я привожу Платона? Потому что это один из первых образцов такой связи непричинной. Ну, далее я сразу перепрыгну в другую из первых, чтобы вы поняли, с кем полемизировал Коперник для того, чтобы сформулировать свою концепцию гелиоцентрического устройства мира. Коперник, конечно, нигде свой принцип тоже не формулирует, это моя реконструкция, но построение гелиоцентрической модели мира было бы невозможно без допущения вот этого положения, согласно которому существование наблюдателя не является основой для правильного понимания о структуре Вселенной. И более того, не накладывает никаких ограничений на эту Вселенную. Для чего это, мы потом увидим. Ну вот, фрагмент из его работы «Де революционипус» в обращениях. И Коперник прямо говорит, что только кажется нам, что они движутся неравномерно. В действительности это неравномерно. В чем достижение Коперника? Его революция в отношении между Вселенной и наблюдателем. Другого наблюдателя, обычно физики говорят, что речь может идти о приборе, но все равно прибор имеет некоторое завершающее навешивание, если угодно. Это человек земного типа, который производит процедуру регистрации и так далее и тому подобное. То, а я до конца сделаю, то абсолютное положение в геоцентрической системе мира, которое занимал наблюдатель, в основном в античности и средневековье, в эпоху Ренессанса, оказывается, поколеблено. Ну и дальше я перейду к Фридману. Да, Александру Александровичу. Ну и вот я взял то уравнение, которое связывает там объем, плотность вещества, что для нас важно. Там несколько уравнений, я взял то, которое наиболее подходит для нашего контекста. Дело в том, что в 70-е годы 20-го столетия плотность вещества определяется как положительная, то есть Вселенная является замкнутой, и с тех пор Вселенная становится закрытой, и что самое важное, она становится эволюционирующей. Вот эта эволюция Вселенной становится той характеристикой, которая странным образом, долго можно спорить на эту тему, но она попадает в физику, и таким образом, так же, как, например, мы не обнаруживаем законов у Галилеи, допустим, тот же самый принцип Галилея. Почему мы не говорим закон? Потому что в эпоху Галилея само понятие закона еще не проникло в физику и механику. Оно еще было характерно только для респруденции. Так и здесь мы видим, что в физику проникает понятие из биологии, понятие эволюции. И сейчас мы увидим, какую цену пришлось заплатить за проникновение вот этого понятия. Роберт Диккер, он один из первых, предлагает формулировку, но точнее у него не принцип формулируется, здесь будет докладчик, который будет говорить подробнее об антропном принципе, он предлагает антропную аргументацию. А в чем дело? Вот то уравнение Фридмана, которое я показывал, оно было построено на основе общей теории относительности. То есть это было решение о уравнении общей теории относительности, но космологические уравнения специально для Вселенной писались. Цена вопроса какая? В 22-м году Фридман публикует в России работу, ну в советской России. По-моему, в 23-м или в 24-м ее переводят и издают, наверное, в ЦАЧ-ФИЗИК, а Эйнштейн знакомится, ну и всю эту историю более-менее знает. Но в 1928-м году Хаббл в 29-м получает подтверждение, и оно интерпретируется в духе Фридмана Леметра, то есть что Вселенная расширяется, красное смещение в химических линиях спектров удаленных галактик интерпретируется как расширение. Но что для нас важно? Появляется критическое лобби, то есть, чтобы вы поняли смысл реакции Дике, появляется критическое лобби, оно всегда присутствует в науке, тут много ученых все понимает, а никто просто так новой теории пройти не даст. Поэтому аргументы критиков релятивистской космологии были следующие. Если имел место большой взрыв, то мы должны наблюдать красное смещение в спектрах удаленных галактик. Но из того факта, что мы наблюдаем красное смещение, никак не следует существование большого взрыва, как только эта трудность была ясно осознана, возникает огромное множество новых концепций физики в самой, ну я могу назвать Фреда Хойла, Бонди, Нарли, Карра и так далее, которые создают альтернативные модели описания гравитации, взаимодействия вещества и так далее. Их было огромное множество. И тогда вот такому человеку, как Роберт Диккев, приходит в голову с моей точки зрения феноменально красивая мысль. Он берет закон Хаббла, закон расширения Вселенной, и говорит, что вот какое значение должно быть у хабблского времени этого расширения. С точки зрения всего множества этих моделей, разбросы получались колоссальные. От нескольких сотен миллионов лет, чуть ли не до ста миллиардов лет. Как выбрать из всего этого множества наиболее реалистичные модели? И тогда Роберту Диккеву приходят очень красивые мысли. Он говорит, что этот спектр наиболее реалистичных моделей должен зависеть от того, что эти модели должны допускать существование наблюдателя земного типа. Представляете, почему? Потому что по определению мы существуем. И, да, наиболее реалистичны те модели, которые допускают существование наблюдателей. Диккев, правда, вслед за Гигелем несколько драматизирует ситуацию. Он говорит, что Вселенная эволюционировала до звезд первого поколения, потом до звезд второго поколения, потом до углерода, а потом до земли, земной жизни, до людей, и, наконец, среди людей, до физиков, которые способны были это осознать. Я знаю в истории только два прецедента. Это Гегель говорил, что абсолютный дух эволюционирует до германского духа, а в германском духе до Гегеля включительно, в котором оно и приходит к самоосознанию. Так, Роберт Дикке, почитайте его статью Неча, то есть я вам не с чистых слов рассказываю, там все это есть. Вот, поэтому это все было. Смысл какой? Биология по существу накладывает ограничения на физику. Ну, это общеизвестные вещи. Вот он говорит, что значение времени, то есть времени жизни Вселенной, оно может принимать только такие значения. Почему? Потому что оно ограничено биологическими требованиями, которые должны показывать или допускать существование человеческого типа. Ну вот, ссылка на его статью, «Berex Cosmology and Max Principle». Это статья 61-го года, в том числе там могут быть и другие. И вот это была первая формулировка слабой антропной аргументации. Потом появляется Брэндон Картер на Краковском конгрессе в 73-м году, который говорит, что наше положение во Вселенной является в некотором смысле привилегированным. Ну и он предлагает две формулировки, сильную и слабую, я не буду так на них особенно задерживаться, хочу только обратить ваше внимание на то, что здесь представляет интерес философской точки зрения, что «изнецессорли», то есть с необходимостью. А во втором случае, почему он называется строгим, строгим трогатом космологического принципа, потому что она «must to be such», она должна быть такой, чтобы на некотором этапе эволюции и так далее, и тому подобное. Ну и... Да, вот его работа. И он предлагает парафразы Декарта, «Hugget ergum mundus talis est». Сейчас я поясню, что это какое-то имеет отношение к... Ну вот сухой остаток такой, что фритмовская теория эволюционирующей Вселенной привела к формулировке вопроса о необходимости включения наблюдателя по описанию этой конструкции. Вот что самое главное. То есть эволюция с необходимостью привела... Эволюция Вселенной с необходимостью привела к этому. И поэтому кажется, что вопрос «как?» получает ответ «какой?». А Брэндон Картов прямо говорит, что земной наблюдатель занимает привилегированное положение. Но, как это часто бывает, давайте не будем торопиться. Появляется... Ну я все выведу на экран. В 79-м году, я специально начинаю не с 80-го, не с 81-го года, появляется пионерская работа Алексея Александровича Старабинского в 79-м году. Но в 86-м году более-менее уже заканчивается формирование инфляционной теории. В чем, так сказать... Да, там предлагались такие вот уравнения состояния, которые сначала даже самими физиками не воспринимались как нечто реально соответствующее физической действительности. Почему? Ну, не могли сразу понять. Математически понятно, что можно минус поставить перед плотностью. Но что означает в физическом смысле отрицательная плотность энергии? Для нас важно другое, что масштабный фактор растет по инфляционной теории, по экспоненте. А в классической эволюционной теории Фридмана растет вот по дроби. Вот такой вот. Ну и вот здесь продемонстрировано. Вот вторая модель, она вот второй случай, она соответствует как раз тому, что дает Фридмановская теория. А вот этот вот период и называется, собственно, инфляционным, когда происходит то, о чем вот частично говорил отец Кирилл, когда пустота, то есть вакуум физический, который не имеет ни вещества, ни излучения, за невероятно короткий промежуток времени, вот 10 минус 40, ну здесь разные оценки приводятся, там часто в течение, ну нескольких порядков, там 10 минус 35, 10 минус 43 происходит раздувание, но есть размеры Вселенной, 10 в 10, там, например, в 7 или даже есть оценки в 14 степени сантиметра. То есть они огромные. Ну вот, теперь я предлагаю вернуться, после того, как мы увидели, что было предложено новое описание реальности, да, я чуть-чуть назад дам ход. Мы видим, что здесь в инфляционной модели фактически речь идет о двух стадиях. Одна инфляционная, когда пустота раздувается, а после того, как она, эта пустота раздулась до невероятных размеров, она наполняется веществом и излучением, и далее начинается стандартное предмасское описание. Ну вот, а теперь я предлагаю вернуться от космологии к антропологии и посмотреть на вот этот картерский парафраз. Но мы знаем, что Декарт сказал Когету Эргасум по своему рассуждению о методе. Для Декарта это было важно. Почему? Потому что он хотел построить всю новую философию и всю новую науку на рациональных основаниях. Что предлагает, заметьте, Декарт говорит только о мыслящем субъекте, то есть о человеке. Что предлагает Картер? Он меняет вот эту вторую часть. То есть уже речь идет не о человеке. Слушай, тут Когета стоит в первом лице, я мыслю. А речь идет о мире. Это переводится как мир таков. Я мыслю след на мир таков. И, должен вам сказать, меня как-то смущало вот это утверждение Бриттона Картера, и я задался вопросом. Ну вот почему антропная аргументация становится востребованной именно во второй половине 20-го века? Почему, например, не обсуждали антропную аргументацию на таком уровне, ну, допустим, в 18-м веке? Или почему, например, во времена Ньютона не было антропной аргументации? И вот Алексей Всеволодович даже не стерук несколько лет назад, а может быть лет 8 как-то в частной беседе, обратил мое внимание, что если мы возьмем, например, квадратичный закон Ньютона, закон тяготения, то если бы, например, там был не квадрат, а, допустим, куб, то планетные системы не могли бы сформироваться. Действительно. Почему Ньютон на это не обратил внимания? И тогда я для себя нашел ответ. Он заключается в следующем. Не просто мундус талис эдс, не просто мир таков, а сик когита, так мысль. Это означает, что антропная аргументация является не только следствием развития или эволюции физического знания, но она является и следствием эволюции европейской рациональности. В этом мире 20 века антропная аргументация, когда гуманизм, если хотите, становится доминирующей идеологией системы мировоззрения, деликатнее нажалу, когда антропный принцип это проникновение гуманизма в тело физики. До этого момента ни одно уравнение физики, механики, чего угодно, никакой антропной аргументации не содержало. То есть гуманизм мог быть частным делом ученого, его мировоззрения, но в самом теле физики его не было. Роберт Дики вводит это ограничение, пусть искусственно, но вводит. Проникновение знаний. Проникновение знаний. Просто потому, что прижатый, поэтому идет объяснение. Ладно, потом. Да. Вот. Поэтому еще раз подчеркиваю, не просто когета, а сик когета. Мундусталиста. То есть, как мыслю, таков и мир. Ну вот, шаг в сторону антропологии, в проблеме мышления. Да. И вот теперь я уже поэтому говорил, что статья так и называлась от квантовой космологии к антропологии. Когета эргосум. Ну вот, мысли в связи на существу. Это абсолютно нормальное утверждение, которое использует закон... Да. Попробуем теперь из этого утверждения Деката по законной логике modus ponus, то есть условно-категорическому заключению, правильно, получить вывод. Вот что у нас получается. Если я мыслю, то существую. Я мыслю. Значит, я существую. Да? Все правильно. Правила логики не нарушены. А теперь... Давайте допустим, например, что кто-то говорит, что я не мыслю. Ну, не кто-то говорит, а кто-то не мыслит. Ну, например, меня в свое время поразило, что именно католическая церковь первая обратила на это внимание, что там, скажем, в семь дней у ребенка формируется там то-то, там, в 20 недель уже формируется там головной мозг, там, и так далее. Что это означает? Мы можем сказать, что ребенок в утробе матери не мыслит. Он никаких свидетельств ни, так сказать, своего мышления проявлять не может. Но следует ли отсюда, что он не мыслит? Или, например, человек уже три месяца лежит в коме. Можем мы сказать, что он не мыслит? Он никаких свидетельств не демонстрирует того, что он не мыслит. Ведь на чем базируется европейская, так сказать, система рационализма, и включающая мораль в том числе, что субъектом моральных отношений может быть только, только и только мыслящее существо. Если человек не мыслит, или он не осознает, что он делает, он не является субъектом моральных отношений. Более того, он даже не является субъектом юридических отношений. Душевно больных не судят, их лечат. И мы это все знаем. Двигаемся дальше. Но вот какие неожиданные выводы отсюда могут следовать? Я мыслю, следом я существую, а я не мыслю. Могу я сказать, что я не существую? Логика говорит, и особенно проницательные философы говорят, нет, это же неправильное утверждение. Некорректно. Да? Действительно. мы не можем сказать, что мы, например, фэтус, да, то есть, вот, вот, ровьи матери, там, зародыш, что он не существует, как мыслящее существо. И вот этот вопрос, я вам должен, честно сказать, довольно долго меня беспокоил, в том смысле, что я никак не мог понять, а некоторые, ну, если хотите, нехорошо, конечно, так про Декарта говорить, ну, скажем так, ну, деликатно скажу, двусмысленности утверждения Декарта. Вот, чтобы вы представили, что это такое, например, когда философский факультет переезжал из одного здания в другое, то на кафедрах там деканат подарил часы, на которых была изображена сова, а под ней надпись «Когет Эргусум». И вот люди повторяют, повторяют из года в год «Когет Эргусум». А что он за этим стоит, очень часто даже не понимаю. Вот. И мне долго не давало покоя. И я, как мне кажется, вот в этом недоразумении или в этой двусмысленности Декарта нашел два способа преодоления. То есть два решения, как уйти от этой трудности. Ну, одна из них была вот чисто логическое решение. Я перечитал Декарта и обнаружил, что на самом деле для Декарта имеет место не условное высказывание, если то, а имеет место эквиваленции, если и только если. И тогда у нас все получается. Я мыслю, я существую, если и только если я существую. Я не мыслю, значит я не существую. Если мы перечитаем Декарту, так оно и есть. На этом я не буду останавливаться. Это изложено вот в этой статье очень подробно. Я перейду к космологическому решению. Ну, и была вот зарубежная публикация, я с Кинтикой это обсуждал, то есть серьезные вещи. Ну, а вот теперь, так сказать, изюминка, которая вот специально для этой конференции. Принцип генетического подобия. Ну, смотрите, космология говорит в лице инфляционной теории, конечно, что имеется две стадии эволюции вселенной. Ну, слово эволюция уже теперь занято. А в развитии вселенной. Первая стадия инфляции и вторая стадия собственной эволюции. Вот мы видели на той картинке, которую я демонстрировал, когда схемы там рисовались. Что говорит антропология? Вот смотрите, человек в своем развитии, я понимаю, что сразу следует критический аргумент, почему только человек, все высшие животные, в том числе, да, но мы говорим о человеке. Свои развития тоже имеют стадии инфляции. Думайте, все присутствующие в этом помещении за 280 календарных дней увеличились в 10 миллионов раз от размера хромосома. Вас это не потрясает? Меня потрясло. И стадию собственной эволюции, когда человек вырожденного размера, 50 плюс-минус там сколько-то сантиметров, а увеличивается 3, ну максимум в 4 раза. Я здесь не вижу никого, кто бы увеличился в своих размерах в 4 раза. В основном все тряс небольшим. 10 миллионов раз. И вот картинка, на которой это очень хорошо видно. Понимаете, да, от размера хромосомы. Если бы мы брали нити или фрагменты ДНК, там бы вообще получило 10 в 9 степени, минус 9 степени, еще бы больше, в 1 миллиард раз. Но я взял хромосому, потому что сказали сегодня профессионалы, что хромосомы это база, с которой все начинается, там записана информация, 23 мужские, 23 женские, все получается. Ну, пожалуйста, такое существо, да, пусть на меня не обижаются, пожалуйста, представители противоположного пола, если бы, скажем, этот принцип пришел в голову женщине, я думаю, там бы появилась женщина. Но Леонардо был человеком современным, ведь он нарисовал как бы двух мужчин, поэтому это еще и актуально даже в этом смысле. Вот. Ну, а как вот, да, как может быть связана Декарт или Декартовская антропология с квантовой космологией? А космология утверждает прямо, что происхождение наблюдаемой Вселенной и происхождение человека высших организмов являются генетически подобными и пренатальная стадия не меньше, если не больше важна в развитии самого человека. Да. Чему может научить современная космология антропология? Такие заходы тоже возможны. Да. Дело в том, что основные характеристики Вселенной, которые формируются на инфляционной стадии или пренатальне говоря на биологическом языке, они в этом смысле даже может быть, я вполне допускаю, более богаты, постнатальные. В том смысле, что уже сегодня биомедицина и психология, там какая-то у них есть всякие названия, там фундаментальная, фундированная, приходят к убеждению о том, что основные характеристики человека формируются именно на пренатальном периоде. Именно так полезно поэтому мамочкам говорить со своими детьми. Если дети слышат всякую нецензурную лексику, то потом и в постнатальном периоде ждать хорошего не нужно. И по аналогии мы можем сказать, что основные характеристики человека, которые сформированы на пренатальном, формируются тоже на пренатальной стадии. и в этом смысле тоже являются более богатыми для развития постнатальный период. И здесь я вижу даже некоторую задачу или если угодно такую область для область задачи, если хотите, сферу задачи для биомедицины. Ну и наконец заключение. Вот тот человек, наблюдатель не лишен привилегированного положения во Вселенной, как полагал Коперник. Коперник это надо было, чтобы объяснить, почему Вселенная является гелиоцентричной. И он не занимает привилегированное положение, как полагает Картер. А существуют корреляции, например, в принципе генетического подобия человека и Вселенной между человеком и Вселенной. Это совершенно другой подход. В виде нет никакой причинной зависимости. Но гораздо ближе это к тому, о чем говорил Платон в Тимеи. Я позволю себе еще раз напомнить его утверждение, что космос является живым. Я исключительно поддерживаю коллегу, который сегодня сказал, наконец-то я услышал второй раз в жизни, что Земля целиком является живым существом. Я слышал, что биологи медленно движутся в этом направлении, придумали геомериду и так далее. Земля это живое существо. Там расписывать ее системно можно как угодно. И человек должен подражать этому космосу, организму физически, то есть телесно, душевно и умственным. Спасибо за внимание. Я пока слышал вас, вспомнил слова замечательного физика российского Якова Борисовича Зельдовича, который говорил, что космологи занимаются тем же, чем психоаналитики занимаются, когда на основании данных поверхностных они пытаются о ранних стадиях судить происхождение сознания, как это все формировалось. Любопытно вообще. Вопросы, пожалуйста, но только совсем немного. Ну я не уложил. Вы уложили почти. Вы должны были меня остановить как ведущий. Нет вопросов. Спасибо большое. Спасибо огромное. Нет вопросов, но очень хорошо. Мы думаем. Андрей Николаевич, вы говорили, насколько я понял, что вы сказали, что введение этого принципа гуманизма в физику это была такая немного искусственная операция, если я правильно понял. Но я, честно говоря, тоже не специалист по квантовой физике, но кажется тот факт, что тот, кто наблюдает за процессом влияет на результат. Он действительно влияет на результат. То есть это физический факт. И поэтому как это сочетается? Разные вещи. Во-первых, о каком влиянии на результат вы говорите? В смысле Менского, который полагает, что результат на двух щелях. А? В смысле тифрасте на двух щелях. Ну и даже там. Не дали там в первую очередь. Да. Или вы, например, говорите о биологии, когда вы наблюдаете с поведением животных и так далее. Физики. Физики. А еще раз. Гуманизм это такая система мировоззрения, которая прописана во второй статье Конституции Российской Федерации в том числе. Она буквально, если вы откроете сейчас на своих смартфонах с этой Конституцией, то вы увидите, там написано черной краской на белой бумаге человек, его права и свободы являются высшей ценностью. По определению этому все остальные ценности, в том числе земля, биогеоцинозы, все животные являются нищими. Вот просто логика об этом говорит. Спорить здесь нищим. Понимаете? Вот. Поэтому такая система мировоззрения, ну, долго можно рассуждать. Вот, например, в той науке, которая была современницей Платона, это было в принципе невозможно. Почему? Потому что греки, они были феноменально одаренным народом, но им в голову не приходило ставить эксперименты, например, над живой природой. Понимаете? А система гуманизма, когда она становится торжествующей с 16-го, 17-го столетий, система мировоззрения торжествует, она начинает входить в нормативные акты, в том числе и в нашу Конституцию. Понимаете? Но это частное мнение. Никаких других примеров, когда человек именно как наблюдатель накладывает ограничения на какую-то реальность, кроме квантовой физики, так сказать, может быть, с некоторым исключением. Мы не знаем. Везде в случае антропного принципа это вводится искусственно. Почему? Потому что Роберт Диккер ввел это искусственно. Он сказал, что те и только те модели являются реалистичными, которые допускают существование наблюдателя земного типа. Но с другой стороны это большой скачок для физики. Вот это ограничение вхождения биологии это для физики это качественный скачок. Великолепно. Но для физики, которая возникала вот сегодня коллега из Неяпа об этом уже говорил, которая возникала на рубеже 16-18 столетия. Та инфляционная теория, я уже не говорю о понятии multiverse, то есть там, где допускается огромное количество вселенной типа нашей, могут существовать другие типы жизни, вообще другие способы связи материи и так далее и тому подобное. Мы понимаете фактически пытаемся придать нашему человеческому миру универсальный вселенский масштаб. А это мне кажется большое заблуждение. А мне кажется в этом естественно. Спасибо. Ну это моя точка. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ